Когда я своим родителям объявил, что я нашел себе работу, для которой мне придется переехать в Россию. Моя мама начала плакать. В тот момент, наверное, многие люди думали еще, что здесь очень ужасно жить, Сиера, что здесь не интересно, много пьют, постоянно тусуются. Я думаю по-другому, чувствовала сразу, что это Дикий Восток, безумные возможности здесь. У меня есть очень много русских дружей, которые любят быстрые езды. И они считают все, что правили не для них. Я опрусевший голландец. Я вам скажу, кстати, что во время нашего с вами разговора вы неоднократно говорите в нашей стране и у нас. Ну, как я сказал, я все равно болею за голландскую сбору. Ричард Стевинс родился и вырос в Голландии. Переехал в Москву в 95-м году. До эры сетевого маркетинга Стевинс работал в компаниях по производству продуктов питания, детских игрушек и даже в банковском секторе. Сейчас Ричард завершил работу в качестве генерального директора и занимается инвестициями в российские стартапы. И хотя новая деятельность позволяет ему жить и работать в любой точке планеты, он все равно не собирается уезжать из России. Ричард, добрый день. В России вы живете уже долго, более 25 лет. Да, 27 уже. Приехали вы из Голландии. Да. Расскажите, почему вообще приехали в Россию и что происходило на тот момент, когда приехали? Ну, мой интерес, наверное, был сначала не в России, он был еще в Советский Союз, наверное. И, наверное, должен благодарить своего отца, наверное. У моего отца были довольно, так сказать, левые сглады, наверное, политические. И, ну, так я сталкивался тоже там с Советским Союзом уже там в конце, наверное, 70-х, 80-х. И когда я учился уже в университете, в факультете международной маркетинга, в конце 80-х у нас появился новый направление, который назывался, который был фокусирован на Восточной Европе. Это был в тот момент, когда Горбачев провел свою перестройку, гласность и все остальное. И мне казалось очень интересно попробовать. И это тоже дал мне шанс, чтобы попасть в Россию на практику и русский язык выучить. И я тогда решил, что это интересно. И таким образом я первый раз сталкивался, наверное, с Россией или Советским Союзом. Даже первый раз, когда я приехал, я уже не помню, какое название страну в тот момент было. Это был январ 91-го года. Это был как раз Советский Союз уже не было, Россия еще не была тоже. Ну, и я приехал в январе первый раз на 10 дней в 91-м году и сразу влюбился в страну. И, видите, до сих пор еще здесь. Уже очень долго. Но вы переехали чуть позже, в 95-м. Я первый, наверное, после первого визита я был несколько раз еще в России. Я был в России тогда в январе 91-го года. Я еще раз был на практику в тот момент еще в институт управления на Вихрине уже ближе к концу года, в 91-м. Я еще раз приехал как турист с моим другом и еще раз в 94-м году приехал. И когда я служил в армии, в голландской армии, я думал, что делать. Хотел бы что-то делать с моим образованием и нашел себе работу в России. Сначала я для рекламного агентства, которым я брал на работу, работал где-то полгода в Голландии. И после этого я переехал в Москву, чтобы отвечать за один из клиентов, который у них был здесь, в Москве. Это было в апреле 95-го года, когда я сюда переехал. Вы сказали, что когда первый раз приехали в Россию в 91-м году, то сразу в нее влюбились. Да. Почему влюбились? Во что влюбились? Ну, иногда, конечно, это звучит негативно, но сразу чувствовалось, что в Америке был раньше Дикий Запад. Чувствовалось сразу, что это Дикий Восток и безумные возможности здесь открылись после того, когда Советский Союз просто распался. И это, конечно, очень привлекал. Кроме того, я хотел что-то всегда делать в это направление, хотел улучшить свой русский язык. Но я тоже должен честно признаться, в тот момент, когда я уехал, я честно думал, что это будет на 3-4 года. И думал, что тогда я возвращаюсь. И сейчас уже почти 27 лет уже прошел. И очевидно, наверное, что я сказал, что сразу влюбился, что это, наверное, перешел в настоящую любовь, наверное, в эту страну. Потому что если мне здесь не понравился, я уже давно уехал бы. То есть изначально привлекли, так скажем, шальные деньги какие-то большие? Нет, даже не деньги. Наверное, чтобы что-то интересного нового делать, то я, наверное, в Голландии не мог бы делать. И это, наверное, тоже что-то, что особенно, наверное, в 90-х, наверное, много иностранцев просто здесь встретили. Здесь можно было делать вещи в довольно молодом возрасте, которые просто в Голландии в этом возрасте невозможно делать. Какие? Ну, там, довольно серьезные задачи в плане бизнеса, да, сразу там, ну, мне было 26-27 лет, и я стал уже коммерческим директором, да, одной компании, где мне дали задание, чтобы создавать там отдел продаж, где там отдел маркетинг создавать, где отвечать за эти планы, которые мы там рисовали, что мы будем их реализовать. И, честно, когда мне это сказали, я не могу сказать, что у меня был опыт в этом направлении, не был, да. И, наверное, в Голландии, наверное, даже сейчас это тоже почти невозможно, чтобы, ну, тебе дали такие серьезные задания, наверное, в таком молодом возрасте. А почему так происходит? Почему в Голландии в молодом возрасте ты не можешь занять какую-то лидирующую позицию? Ну, сложный вопрос, да. Я, конечно, в течение этих 27 лет уже несколько раз пересмотрел, наверное, свои сглоды на то, как работать с людьми, когда им надо дать шанс, чтобы развиваться. И я для себя решил, что если есть лояльные, хорошие люди, которые готовы работать, им надо дать шанс, и неважно, есть у них достаточно опыта или нет. Те люди, которые, в конце концов, будут успешны, они, ну, в любом случае, да, будут показаться, что они какие-то вещи могут делать. Почему в Голландии, или в Европе, или в Америке это менее развито? Ну, наверное, это связано с тем, что, ну, там бизнес-культура уже сложилась намного дольше. И, ну, наверное, есть, наверное, больше шансов, чтобы сказать, ну, бывает человек, просто сначала здесь три года работает, тогда там три года работает, тогда там три года работает. Наверное, в 90-х, честно, наверное, у многих западных компаний здесь тоже не было другой выход, наверное, да, это, и, наверное, здесь это, как я вижу, постепенно тоже меняется, да, но даже если до сих пор, я думаю, что здесь есть возможность, чтобы быстрее себя сделать, карьеру. Тоже для хороших русских специалистов тоже, даже до сих пор, да, когда уже 27 лет прошел, я вижу, что есть очень много компаний, которые готовы просто людям давать шансы и расти. То есть даже если ты приходишь молодым специалистам, но при этом показываешь какой-то, не знаю, высокий уровень работы в компании, у тебя все равно нет вариантов того, что ты очень быстро заберешься по карьерной лестнице. Я имею в виду европейский компаний, европейский рынок. Ну, конечно, они есть, зависит от компании, конечно, но они меньше, чем здесь, да, действительно, здесь, наверное, есть больше шансов, чтобы быстрее расти. У вас очень интересный опыт работы вообще сложился в России. Вы очень много работали в крупных компаниях, известных, в том числе в Лего, в известных банках, в OneWay, в конце концов. Как вы оцениваете наш рынок вообще с точки зрения экономики? Ну, я думаю, что сам по себе, наверное, любая компания смотрит на Россию как очень перспективный и интересный рынок. Во-первых, уже потому что здесь, ну, 146 миллионов людей живут, да, и это, конечно, для многих компаний довольно интересный рынок, особенно в Европу, да, это, наверное, самый, наверное, большой стране в плане населения. Поэтому почти все крупные игроки хотят здесь быть только по этой причине. Понятно, что были во время этих 27 лет разные, наверное, в плане экономики там злота и падения, да, это я помню очень хорошо в 98-м году, например, да, когда был кризис здесь в России, дефолт. Я даже в тот момент думал, что мне делать, надо ехать домой или не надо ехать домой. Слава богу, я остался, потому что, да, постепенно все опять стало лучше. Ну, я думаю, что все равно рынок, это тоже видно из, ну, какие игроки здесь есть, да, что все крупные игроки смотрят на Россию как интересный, хороший рынок. Понятно, что последние несколько лет были нелегкие, наверное, может быть, даже не последние несколько, может быть, там уже последние там 6-7 лет не были легкие, наверное. Ну, я уверен, что если человек гибкий, если он креативный, из любой ситуации можно найти, да, выход, и я думаю, что тоже очевидно, что все крупные компании даже проще здесь, и поэтому я думаю, что тоже этот рынок будет расти, будет интересен многим игрокам. И я лично, да, я вижу большой интерес просто в чем, что я сейчас занимаюсь, да, и я вкладываю деньги сейчас в разных стартапов, и большинство из них российские стартапы, поэтому я верю в том, что здесь есть много креативных, хороших ребят, в которых стоит вложить денег и вместе с ними разные вещи там пытаться реализовать. А почему вы вкладываете деньги именно в российские стартапы? Они как-то выгодно отличаются по сравнению с американскими или европейскими? Есть очень простая причина, почему я вложу в российские стартапы, он очень практический, он связан с тем, что я живу в России, очень просто, да. Я просто, да, после того, когда я ушел из Амвэя, я просто думал, что дальше делать, и думал о том, что хочу я еще раз работать как наемный сотрудник для кого-то. И решил, мне тот момент только что исполнилось 50 лет, поэтому тоже такой момент, наверное, в жизни, чтобы решить, что дальше делать. И я решил, что нет, больше не хочу, и хочу пытаться делать для себя. И можно тогда открыть свои компании, но я, мне казалось, более интересно для меня, чтобы работать с каким-то молодыми командами, которые хотят развивать какие-то интересные идеи, и что я, ну, своим опытом, своим пониманием, знанием буду их, и с деньгами, буду их помочь. И, ну, я начал постепенно вместе с другом, мы начали это делать в конце девятнадцатого года. Я очень ищу проекты российские, у кого есть международный потенциал, да, в тот момент они станут сразу намного более интересны, да, и в России есть очень много квалифицированных IT-специалистов, да, которые, да, разные проекты могут реализовать. Есть один, конечно, такой, ну, это будет такой политический момент, да, который я часто слышу от моих знакомых, например, на Западе, когда мы предлагаем, например, другим людям тоже участвовать в каких-то проектах. На Западе боятся все равно российские IT-индустрии чуть-чуть. Типа российских хакеров. Да, это тема, конечно, постоянно там мы слышим, когда мы какие-то интересные российские проекты пытаемся там двигать. Если это уже большие фонды, это, наверное, не так. Они, наверное, готовы инвестировать, особенно если у российского проекта есть международный потенциал. Но если это более, ну, меньше там размера инвесторов, чашные инвесторы, они часто говорят, там, Россия, хакеры и так далее, и так далее. И тогда иногда очень сложно их убедить иногда, чтобы вложить деньги в российские проекты. То есть та репутация, которая создается на Западе посредством массовой информации, средств массовой информации, она так или иначе влияет и на рынок. Влияет, влияет, да, да. Это было для меня, честно, возвращаем во времени сейчас, но это для меня был очень интересный такой момент, когда я первый раз оказался в России, значит, посмотреть телевизор и все остальное. Я в тот момент, наверное, понял, что у нас тоже есть пропаганда, да, что, наверное, не так, что пропаганда в определенном виде тоже на Западе существует, и что тоже там есть определенные, наверное, причины, почему что-то показывает и что-то не показывает тоже. И это такой интересный момент. И понятно, что люди видят на телевизоре и читают там в газетах, конечно, влияют на как они принимают, да, определенные там вещи, которые происходят. И я очень стараюсь всегда, чтобы другой точки зрения тоже, да, донести до людей. Ну, иногда получается, иногда не получается, тоже, честно скажу. Ну, это, да, это такой интересный момент. Ну, это жизнь. У вас остались родственники в Голландии? Да, да, да. Вы, когда приезжаете в гости, вы же наверняка ездите в гости. О чем они вас спрашивают? Они читают западную прессу, смотрят телевидение западную. Ну, мои родители уже мало спрашивают, и моя сестра, и ее муж, например, они мало спрашивают, потому что они здесь были. Да, я еще очень хорошо помню две моменты, например, в этом плане. Первый момент был, когда я своим родителям объявил, что я нашел себе работу, для которой мне придется переехать в Россию. Моя мама начала плакать, и мой отец сказал, а зачем тебе это надо? Тогда через два года я их пригласил в Россию. В 90-е еще? Да, да, это был я 97-й, по-моему, я пригласил родителей в Россию, и сказал, приезжайте, посмотрите, как я живу, как я работаю, как люди здесь живут. И, наверное, самый лучший комплимент я получил от своего отца тогда, или даже не я, наверное, Россия, наверное, получил комплимент от моего отца. Когда они уже улетели, мой отец подошел ко мне и сказал, что сейчас я понимаю, почему ты здесь хочешь жить и работать. И он два года не понял. Он думал, что зачем тебе туда надо? А как он понял? Он что-то почувствовал? Понимаете, это опять пропаганда, да? В тот момент, наверное, многие люди думали еще, что здесь очень ужасно жить, что здесь очень серо, что здесь неинтересно. И когда я им показал и Питер, и Москва, и мы по Золотое колцо поехали, и что они поняли, что здесь есть очень много, что можно посмотреть, очень большая история. И что они видели, как я жил, и я жил нормально, и что они остались здесь в нормальных гостиницах и все остальное. Мой отец, да, делал такой комплимент. Сейчас я понимаю, почему ты здесь живешь. Ну, это, думаю, очень приятно. Ну, это, конечно, не у всех встретить тоже. Сейчас, наверное, уже может быть чуть-чуть по-другому. Сейчас уже намного больше доступной информации. И все могут все найти в интернете. Но я помню еще в 90-х, например, мне иногда очень раздражали голландские бизнесмены. Почему? Ну, я тогда регулярно летел в Голландию. Там, наверное, 5-6 раз в год я летел в Голландию. Ну, типа, пойдешь, там, с кем-то сидишь, там, в самолете, начинаешь обсуждать. И очень часто это были бизнесмены, которые только там приехали на командировку. Они все жаловались всегда на Россию. Как здесь там плохо того, плохо это и так далее. А что плохо говорили? Ну, сложно сделать бизнес, бюрократия и все остальное. А я всегда им сказал, а зачем вы тогда приезжаете? Зачем вы приезжаете, если вам так не нравится? Зачем вы приезжаете? Тогда не приезжайте просто тогда. Не делайте бизнес здесь, если вам так сложно все. И мне всегда это было такое впечатление, что они или какой-то имидж себе хотят создавать. Или как-то я пытался им всегда объяснить, что я думаю по-другому, что я здесь уже много лет живу, что мне здесь нравится. И есть очень много, да, в любой стране есть вещи, которые можно улучшить, да, даже в Голландии, моя любимая. Ну, да, мне здесь нравилось и нравится жить, поэтому мне очень понравилось посмотреть, как Москва и Россия там изменились в течение 27 лет. Потому что, ну, интересно название вашей передачи, да, мы и они, да. А я вот, когда меня пригласили на интервью, я уже сначала думал, а кто я вообще, я мы или я они? А как вы считаете, вы мы или они? Я думаю, что на этот вопрос можно легко ответить, если мне спросили, Россия играл бы против Голландии в футболе, за кого я болел бы? Я честно должен признать, я за Голландии болел бы, поэтому я, наверное, еще они тогда, да, наверное, ну, понятно, что после 27 лет я изменился как человек. Но я вам скажу, кстати, что во время нашего с вами разговора вы неоднократно говорите в нашей стране и у нас, говоря про Россию. Поэтому вы где-то уже на переходном. Да, много моих друзей говорят, что я опрусевший голландец, они называют меня часто, поэтому не знаю, это так или не так, но я горжусь, что я голландцем, я горжусь, что у меня есть голландский паспорт, но я тоже горжусь, что у меня есть вид на жительство в России, что я здесь уже так давно живу. И, ну, странно было бы, что в течение 27 лет ничего не влиял бы на меня. Ричард, расскажите, в какие конкретно стартапы вы вообще вкладываете деньги? Может, из последних каких-то? Это интересный вопрос, потому что сначала, когда я это начал, для меня это тоже вопрос, куда я хочу вложить деньги. Понятно, что с опытом постепенно, да, когда рассматриваешь очень много разных предложений, да, ты, как в английском, pitch deck, да, в разных компаниях, тогда уже начинаешь сам лучше тоже понять, что я хочу и что я не хочу, например, да. Для меня, наверное, важно, что я вложу какие-то деньги в какой-то компании, где я вижу, что у него есть тоже, ну, возможности бы на международном уровне, да, добиться какой-то успеха, не только в России. Понятно, тоже это сразу увеличит стоимость, да, такой компании, потому что тогда они стоят сразу дороже. Ну, я думаю, что это тоже есть больше шансов, чтобы действительно, там, ну, хорошие, там, да, выплаты получить уже в более поздний срок. Но это не единственное, что я считаю важно, учитывая, что у меня сейчас нет зарплаты, даже если у меня есть какие-то накопления, да, да. Я не люблю очень стараться свои накопления, они, в принципе, для пенсии. Я люблю тоже иметь в портфеле несколько компаний, где я, может быть, знаю, что такой большой, такой экзит называемый, да, не будет. Но он каждый год приносит просто нормальные дивиденды, да, и на эти дивиденды я живу тогда, и поэтому я ищу какой-то комбинации таких, да, разных стартапов. Даже если я должен тоже признаться, что если я смотрю на первые, которые, ну, первые несколько проектов, мы в тот момент даже честно не знали, есть международный потенциал в этих проектах или нет, да. Это как раз, когда я сюда ехал, я с одним из основателей, да, одного из наших проектов просто обсуждал как раз международное развитие. Это компания, которая создает так называемый dark kitchen, да, где оттуда просто разные компании делают доставку еды, там. И сначала у нас там вообще не было план, чтобы развиваться, например, международно, но сейчас мы решили, что это неплохая идея. Мы сейчас с разными инвесторами сейчас обсудим план, чтобы следующий шаг развития должен быть Испания, там, и тогда мы уже посмотрим, как в Европе это будет дальше развиваться. И, конечно, мы будем дальше развиваться в России тоже. Поэтому иногда это, да, мы просто с моим партнером, мы очень верили в эту команду. Может быть, иногда даже самое важное, да, почему мы решим инвестировать или нет. Мы чувствуем себя комфортно с этими ребятами и мы верим в том, что они того, что они говорят, что они будут делать, реально могут делать, да. И если мы это не чувствуем, ну, тогда это сразу уже большой минус, если у нас сомнения. Ну, бывают тоже иногда какие-то проекты, где ты очень сначала веришь в команду, и тогда попозже оказывается, что ты ошибся. А какие компании из вашего портфеля уже вышли на международный уровень? Ну, международный уровень – это тоже такой, да. Я сказал, это компании, которые занимаются эти dark kitchen, они сейчас хотят в следующем году начать развиваться в Испании. У меня есть еще другой проект, там легче, честно, международно развиваться, потому что это приложение, и там инфраструктура… А что это за приложение? Это приложение, которое отвечает на вопрос, чем заняться. И это один из самых часто возникающих вопросов в Google, в Яндекс и так далее, и так далее. Это наши российские разработчики? Это российские разработчики, да. И он рандомно показывает мне, чем заняться. Ты показываешь какие-то интересы, которые у тебя есть, и пока появится в таком же формате… Я, конечно, не знаю, как работает тиндер, потому что я там никогда не был, конечно, но он работает как тиндер, там ты можешь сказать, что это интересно, это мне неинтересно, интересно, и так далее. И это я точно буду делать наверх там, и точно, да, там есть интересные предложения, чтобы делать, что делать, например, особенно для отцов, которые там с детьми, например, мама уехала. Это чем заняться, чем заняться с детьми сейчас, например, и получаешь там несколько предложений, что можно… То есть сходи туда, сходи сюда. Можно, это может быть сходить куда-то, но это тоже может быть что-то дома с ними делать, и там ты получаешь какие-то там рецепты, какие-то там, и как определенные вещи делать. Поэтому это проект… Сколько вы туда инвестировали? Мы не фонд, который там скажет, что здесь 5 миллионов, да, мы там 7 частных людей, у кого у всех есть какие-то деньги, и мы любим входить в проект рано, на ранних этапах, да, так называемый angel investment, да, ангелы, да, Михаил. И это, ну, может быть сумма от, ну, иногда это 100 тысяч, иногда, ну, максимум, наверное, полмиллиона, зависимо от потенциала этого проекта, который мы в тот момент видим, да, но в большинстве случаев это мы рассматриваем там несколько сотни тысяч долларов на ранних этапах, да. Иногда к нам тоже ведут там какие-то проекты, которые уже, ну, в плане развития уже, ну, дальше прогрессировались, и, ну, это просто не для нас, да, мы только что обсудили один проект, где человек хочет 600 миллионов, но это уже не мы, и тогда надо уже пойти в какой-то действительно большой фонд, который тогда уже готовился. Стартап можно сравнить с новорожденным в мире бизнеса. Компания строится быстро и практически без начального капитала и модели, опирается порой только на идею, которая должна быть уникальной. Если мы взглянем на цифры, то убедимся, что стартапы – дело рискованное и непредсказуемое. 90% молодых компаний терпят неудачу, причем 10% в течение первого года своего существования. Первая основная причина – это непонимание спроса на рынке, и лишь у 1% стартапов есть реальный шанс стать единорогами, подобно Uber, Airbnb, Facebook или Slack. При этом, несмотря на высокие риски, привлекательность стартапов среди инвесторов только растет. По данным исследования Decide, объем вложений в российские молодые технологические компании в первой половине 2021 года составила более миллиарда долларов США. А можете оценить вообще уровень жизни в России и в Голландии? Для себя или для среднего россиян? Для среднего… Среднего там или среднего голландца? Да. Наверное, в этом плане, наверное, жизнь легче в Голландии. Наверное, для средних статистических гражданин, наверное, жизнь в Голландии легче. Я получаю очень часто, например, родители, мама моей жене или моих бывших жен, эти родители всегда спрашивают, а твои родители сколько получают пенсии? А когда я это называю, они всегда удивляют, как это может быть. И понятно, что это, конечно, что-то, что постепенно, наверное, здесь тоже должно улучшаться. Мне кажется, не может быть, что это не постепенно будет увеличиться и уже увеличился, наверное. И, ну, сам по себе, наверное, да, средний статистический гражданин, наверное, в Голландии чуть-чуть лучше живет, наверное, или существенно, может быть, даже лучше живет, чем здесь. А почему там? Уровень зарплаты, получается, выше? Уровень зарплаты выше, да, пенсии выше. Я так понимаю, что там и цены выше, и на продукты. Цены в некоторых случаях выше, да, тоже, да. Это для меня было просто удивительно. Я всегда думал, что особенно в Москве намного дороже, чем, например, на Западе. Но я один раз просто взял там 10 или 15 продуктов здесь и ходил в супермаркет в Голландии и тоже купил эти 15 продуктов. И даже получилось там чуть-чуть дороже. Получают ваши родители пенсию. Сколько они в процентном соотношении, например, отдают за ЖКХ, за электроэнергию, за продукты? Нет, понятно, что существенно дороже, не только в Голландии, но вообще в Европе, наверное. Это газ, цвет, да, и все вещи, которые связаны с, ну, так, квартплатой, как назвать это, да. Это существенно дороже. И у меня даже интересные там такой ситуации были даже. Когда я первый раз приехал в Россию, я был в программе обмена. И для меня приехал какой-то русский студент в Голландии. И он жил у нас определенный тоже определенный срок. Там, я же не помню, пара недель или месяц. Он иногда принимал душ очень долго. И я помню, что моя мама когда-то подошла ко мне и говорит, Ричард, надо Жене сказать, что у нас это стоит очень большие деньги и так далее. И я сказал, мама, я не могу сказать, гости, там, где только там, да, принимай душ там только три минуты и не там десять минут или как-то. Поэтому это был такой интересный момент. Ну, действительно, намного дороже, да. Даже если, мне кажется, да, смотри, ты, даже здесь русские даже жалуются на уровень цен, наверное, всех этих вещей даже здесь. Потому что я помню, там, две недели назад просто я разговаривал с кем-то по поводу, сколько я плачу за свет просто на дачу каждый месяц. И мне казалось, что очень мало. А когда я назвал сумму, он сказал, ну, это очень много. Да, я, по-моему, сумма была где-то две тысячи рублей в месяц или как-то сколько. И он считал, что это очень много. А я сказал, ну, две тысячи рублей в месяц, это сколько там сейчас, двадцать пять долларов, да, чуть-чуть меньше даже. Мне кажется, это не очень много. А в Европе сколько бы это? Даже если не очень большая семья, точно сто евро, наверное, платило бы, да, поэтому... Это прям минимум, да? Да, да, я думаю, что меньше не получается. Если это семья из трех или четырех человек, наверное, уже 150 или даже больше, наверное. А как вот вы вообще на собственном опыте можете оценить, как Россия изменилась за последние вот те 25 или 27 лет, пока вы здесь живете? Очень много всего изменилось, честно говоря. Я, давайте, что люди видят первые, когда приезжают в Россию? В аэропорт, да? Ну, я еще очень хорошо, мой первый опыт с Шереметьево терминал F в 91-м году. Это был очень темный терминал, где мы очень удивились, почему света почти нет в тот момент. Очень большие очереди, все очень медленно шел. И тогда я еще очень хорошо помню, первая поездка на автобусе от Шереметьево до гостиницы. Очень темные улицы. И это, ну, совсем не изменилось. Да, еще часто только аэропорта посмотреть. Я думаю, что в Москве есть, ну, несколько самых лучших там в плане сервиса аэропортов в Европе, мне кажется, сейчас. Да, мне очень нравится новый терминал C, который строили в Шереметьево. Очень, там почти очередей уже почти не бывает. И даже если не бывает, то все нормально, быстро все проходит. Поэтому это один из моментов. Мне кажется, если просто сравнивать, как центр Москва выглядела там в 90-х, как она сейчас выглядит. Ну, я знаю, что есть очень много москвичей, которые жалуются на Собянина, и что не нравится, что он делает. Но я смотрю на центр. Ну, мне кажется, глаз радует сравнение с тем, что было. Да, можно что-то еще улучшить. Да, наверное, можно. Ну, конечно, выглядели точно аккуратно, прилично, да, красиво. И поэтому, мне кажется, это тоже существенно изменилось. А это с экономической точки зрения? Ну, экономика состоит из чего-то, да, и он состоит тоже из таких вещей, да. Я, например, помню, что даже если мне было интересно жить здесь, например, да, в 91-м и 95-м году, когда я только что приехал, ну, были очень много вещей, не было, да, в тот момент, особо на 91-м, я помню, что меня очень удивило, и, наверное, говорите, что вы были, наверное, там, испорченным, там, голландским студентом, но я привык, что на каждом углу улицы есть супермаркет, или я просто два минуты сядю на велосипед, и я могу пойти, там, в бар, ресторан, кино, неважно, что, да. В 91-м году, конечно, в Москве так не было. Сейчас так же, да, и все эти вещи двигают тоже экономику, что есть много ресторанов, баров, кинотеатры и все остальное. Мне всегда удивило в 90-х, честно, что многим экспатам в тот момент доплатили за то, что в Москве так сложно жить. Да, был так называемый по-английски hardship allowance, а меня этого удивило всегда. Мне вообще не было сложно жить, даже тогда, да. А расскажите чуть более подробно о вот этой программе для экспатов, что это за программа, сколько вам денег? Это программа, но много компаний, которые в 90-х платили, чтобы экспатам уговорить ехать в Россию, пришлось им дополнительные деньги платить. И там были у них дополнительные разные виды компенсации, которые платили сверху, ну, обычную зарплату. Один из них был так называемый hardship allowance, да, потому что в России так сложно жить. Мне никогда не казалось, что сложно жить в России, даже если, конечно, мои условия жизни, конечно, существенно, не изменились в сравнении с 20-25 лет назад. А сами люди изменились за это время? Не знаю. Наверное, ситуация изменилась, которая, конечно, влияет на людей. Но русская душа до сих пор есть у русских, и он, наверное, двигает там, почему русские делают определенные вещи, не делают определенные вещи. Вот вы сказали про русскую душу. А какая она, русская душа? Она широкая в плане добро, наверное, там. Но сначала надо, ну, русский довольно быстро откроется, честно. Но это требует все равно какое-то время. Но после этого ты тоже как-то сразу почти как член семьи. И приходи, и сиди, и так далее. И мне кажется, я не хочу сейчас критиковать американцев, например. Но я тоже много бывал в Америке по работе, и не по работе тоже, как турист и так далее. Я тоже люблю американцев, но там как раз, мне очень удивило, американцы могут совсем не открыться. Они закрытые люди. Но создает все равно какое-то впечатление, что они тебя очень хорошо знают, понимают, готовы все для тебя делать. И делают иногда, что мне очень удивительно было. С ними надо уже очень долго дружить и, ну, как сказать даже, жить в таких же обществах, где они находятся, что они тебе наконец откроются. Русские попроще, я думаю, в этом плане. И, как я сказал, мне очень нравится, когда, да, ты только что познакомился, но чувствуешь, что ты нормальный. И сразу ты самый лучший друг семьи. Сиди здесь на стол, и все нормально. Поэтому у меня были большие споры всегда там с разными людьми о том, существует русская душа, не существует русская душа. Наверное, у любого народа есть своя душа. Наверное, у разных народов разные. Ну, да, если русская душа мне не понравилась, я уже давным-давно уехал бы. А голландская душа есть? Нет, есть, наверное, да. А какая она? Она, наверное, не такая открытая, как русская душа. Ну, голландская душа – хороший вопрос. Надо подумать, как его более подробно формулировать даже, наверное. Наверное, слишком мало там был последние 27 лет, чтобы еще там конкретно сказать, голландская душа – это такая. У вас уже русская душа. Наверное, частично, точно, да, да, да. Ну, как я сказал, я все равно болею за голландское сборное. Мы так и запишем. И в этом у меня даже был очень плохой опыт в 2008 году, когда Голландия играла против России в четверг финале. Я еще помню, я был в комнате, где были только русские и я. И я их, честно, дразнил до начала матча, потому что я доубежден, что мы не можем проиграть в России. Это невозможно. Мы точно выиграем. Мы проиграли. А есть что-то такое, что еще бы раздражало, не нравилось в России? Нет, ну, да, такие вопросы задают довольно часто. Я никогда не знаю, что ответить, потому что, честно, я уже привыкался, наверное, к всему, что здесь после 27 лет. 77 лет. Есть одна вещь, которая меня очень сильно раздражала в начале и до сих пор еще раздражает. Это, наверное, вождение русских на дороге. Это, конечно, удивительно. Сейчас, конечно, тоже частично уже привык. Я уже знаю, что ожидать. Но я, когда я поеду в Голландию, я отдыхаю за рулем. Здесь я понимаю, что я должен быть постоянно там на чеку, оттуда, оттуда. Везде постоянно лезет кто-то, неожиданно появится. И это, конечно, да, до сих пор еще раздражает. Даже, если я должен сказать, с появлением огромного количества камок, которые сейчас есть в Москве, конечно, чуть-чуть улучшилось. Русские, наверное, тоже и москвичи особенно меньше просто нарушают. Даже, если я должен честно сказать, я тоже иногда нарушаю. Я вот не знала. Ну, это иногда не специально происходит. Главное оплачивать. Особенно, например, мой партнер находится в Питере. И я раз в два месяца езжу в Питер. И каждый раз после того, когда я ехал в Питер, я получаю там один, два, три штрафа. Все равно как-то где-то слишком быстро ехал. Даже если я не очень гоняю, честно. А в Голландии все очень медленно ездят? В Голландии даже сейчас делается тест, сейчас в Голландии, да, где максимум скорость везде только 110 километров в час. Везде? Или 100 даже. 100 или 110. Но у нас по городу меньше. 100. Не-не, я имею в виду, в городе 50 у нас в Голландии. 50, да. И, ну, на автотрассах в Голландии, по-моему, сейчас делать тест, что везде только 100. И это связано с климатом, чтобы меньше было выбросов. И делать какой-то тест, чтобы проверить, действительно, это подтверждается или нет. Почему русский такой? Это в нашем характере? Ну, не знаю, как-то, что говорят там, беда России. Там две беды, нет? Это вот одна из них, да? Дураки, дороги, там, нет, как-то, поэтому, не знаю, шутку, шутку, конечно. Я не знаю, там, но я вижу, что у меня есть очень много русских дружей, которые любят быстро ездить. И они считают все, что правила не для них придуманы, и правила только придуманы, чтобы их мешать. Поэтому, я не знаю, как-то я надеюсь, что постепенно, все равно, это станет чуть-чуть лучше, потому что...